Своим долголетием я обязан спорту, которым никогда не занимался. Эти слова приписывают Уинсону Черчиллю. Но говорил ли он их на самом деле? Как относился к спорту? И в чем секрет долголетия этого человека, который реально прожил 90 лет, несмотря на свои вредные привычки? На самом деле это фэлл-сквот. Фальшивая цитата. Таких приписывается Черчиллю очень много. Не только про спорт, про статистику, про жизнь, про мужество, про войну. Конечно, у Черчилля хватает собственных очень остроумных афоризмов. Он был очень талантливый журналист, писатель. Он получил Нобелевскую премию по литературе. Даже во время своих исторических речей он так искрометно шутил. Британский писатель и радиоведущий Найджел Рис даже придумал концепцию черчиллевского дрейфа. Такой процесс, при котором любой остроумный или откровенный афоризм, пришедший в голову публичному деятелю, в конечном итоге приписывается Черчиллю. Это цитата о спорте фальшивая. Безусловно фальшивая. В 1963 году была издана книга Джека Фишмана, которая была посвящена жене Черчилля. И вот в этой книге, отвечая на вопрос, почему он там пропускает поезда и самолеты, ну опаздывает, он пишет, я человек спортивный, поэтому я их пропускаю вперед. Черчилль начал играть в конное поло в 19-летнем возрасте, когда поступил в военное училище. Он учился на кавалерийского офицера. И там он пристрастился к этому самому конному полу. Тогда он как раз входил в моду. В 1863 году именно британские кавалеристы разработали правила конного пола. И этот вид спорта они позаимствовали у индийцев. Великобритания колонизировала Индию. Они там увидели, что местные жители играют в это самое поло. То есть на конях с какими-то клюшками забивают мячи. Индусы, в свою очередь, эту игру восприняли от персов, а персы у тюркских кочевников. И на самом деле до сих пор в Азербайджане, в Казахстане играют в эту самую игру. Только она называется у них по-другому. Древнюю игру кочевников Шогена. Сегодня она всем известна как конное поло. Попасть клюшкой по маленькому мячу с двухметровой высоты, да еще на всем скаку, довольно сложно. Но если не промахнуться, то мяч летит, словно пушечное ядро. Эта игра чем-то напоминает хоккей на траве, но только верхом на коне. Именно британские кавалеристы сделали поло популярным в мире. Это такой элитарный вид спорта. В него, конечно, играют очень небольшое количество людей, потому что это очень дорого. В России играет в поло всего 50 человек на всю 140-миллионную страну. В Казахстане, кстати, он более популярен. Довольно популярен этот вид спорта сейчас в Италии, в Аргентине, ну и, понятно, в Великобритании, где он является таким спортом аристократов. Ну и вот как раз когда Черчилль служил, закончил в это самое свое военное училище, попал в войска, он служил на Кубе, потом в Индии, он попросился, чтобы его послали в экспедицию, участвовал в боевых действиях в Африке, реально с пистолетом там он в атаку шел. Ну, боевой был такой офицер, султан Мухаммед Шах Агахан III, кстати, прямой потомок пророка Мухаммеда, встречался с Уинстоном Черчиллем вот в те годы, когда он играл в Индии, и ему представили его как самого крутого знатока по лошадям. И он произвел тогда впечатление на Агахана. Это был восторженный, энергичный, очень перспективный игрок в поло. Он очень активно играл в это конное поло, есть его воспоминания, где он описывает свой рабочий день, что вот он в 5 утра встает, в 6 там завтракает, потом к 8 едет в часть на построение, потом перекладывает бумаги до 12, и до 4 часов он занимается на конюшне, и потом играет в конное поло. Поскольку именно британские кавалеристы этот вид спорта, можно сказать, придумали, и кроме них в это время вообще никто не играл, фактически, можно сказать, что он был чемпионом мира. Его команда вот забила больше всего голов, и он был такой сорвиголова этот у Инстон Черчилль. И когда он уже закончил службу, начал заниматься своей политической карьерой, он продолжал играть в поло, не так активно, но в принципе до 1926 года Черчилль имел собственную конюшню для этих самых пони поло. Ну, на самом деле это лошади, так называются по традиции, пони, потому что у индусов они играли на пони в это самое поло. А последнюю игру он в поло провел, когда ему было 52. Сохранились фотографии, команда палаты общин против команды палаты лордов играла, и команда, в которую был Черчилль, они выиграли этот турнир, хотя он уже там пишет, что он уже не был в такой хорошей форме в эти 52 года. То есть первую половину жизни он был такой бравый, кавалергард, гусар, очень спортивный офицер. А во второй половине жизни он уже таким спортивным не был. Но надо понимать, конечно, что и времена были другие. Отношение к здоровому образу жизни, к вредным привычкам было другое. А о вреде курения люди и догадывались, но, в принципе, сигареты рекламировали как средство для похудения, что вот все успешные люди должны курить. И курили же на каждом углу. Даже я застал те времена, когда курили во всех тамбурах, везде, во всех ресторанах, везде было разрешено курить. Времена были другие. И Черчилль был, конечно, продуктом своего времени. Первое, что приходит в голову в ответ на вопрос, вот как так? Вот Черчилль прожил 90 лет, пил, курил, сигары любил, любил виски. Наверное, у него какая-то была необычная генетика, и поэтому он продержался. На самом деле, друзья, мне кажется, что у него была вполне обычная генетика, но, безусловно, у него был от природы очень сильный характер. И на самом деле, в этом заключается, на мой взгляд, главный секрет вот его долголетия. Вот это его характер. И самый главный афоризм Черчилля, никогда не сдавайся, никогда, 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 жизненный девиз. Это и есть его главный секрет. Понимаете, для человеческого здоровья важнее то, что у нас в голове, потому что из мозга мы управляем своим телом. Понимаете? Ну, не Квучич. Вообще у него там ни рук, ни ног человек плавает, катается на этих, на горных лыжах, женатый, да у него там куча детей родилось. Понимаете? Не обязательно иметь мощное тело, если у вас есть сильный характер. В 9-летнем возрасте он с пацанами играл в догонялки, прыгнул с 9-ти метровой высоты, мост, высота 9 метров. Он, конечно, прыгал не на землю, он прыгнул на дерево, но сам факт, такая высотища, он прыгает на дерево. Ветка сломалась под ним, она, видимо, самортизировала, а иначе бы он, наверное, вообще костей не собрал. У него был разрыв почки, там, пару переломов, сотрясение мозга. Три дня он пролежал в коме, но выжил. Короче, я думаю, вы уже поняли, что я не прекращу свои тренировки, хотя некоторым искренне кажется, что спорт не полезен для здоровья. Почему он прожил так долго? Ну и плюс, конечно, врачи. С 1940 по 1965 год к нему был приставлен личный врач Лорд Моран. Он был президент ассоциации врачей, доктор медицины, и он привлекал любых самых лучших врачей в каждом случае. При необходимости Черчиллю приставляли две медсестры, которые помогали ему круглосуточно. С 1949 года он перенес пять инсультов, шестой его вот добил. Ну, в принципе, человеку обычному, наверное, хватило бы, может быть, одного-двух инсультов, и жизнь бы его оборвалась в возрасте после 70 лет. Но Черчиллю повезло в том смысле, что за ним был вот такой вот очень тщательный и бдительный медицинский уход. Очевидно, если за вами круглосуточно не присматривают две медсестры и доктор медицины, то вести такой образ жизни, который ввел Уинстон Черчилль, наверное, все-таки рискованно. Понимаете, есть ведь понятие продолжительность жизни, а есть понятие продолжительность здоровой жизни. И на кадрах кинохроники в 1955 году, когда его после очередного инсульта выносят из госпиталя, ну, он же держит в руках сигару, но ему явно не до курения. Он в инвалидном кресле фактически находится, понимаете? И другое дело, матье Тидре в возрасте 80 лет, вот летом мы с ним встречались в Тампере. Тебе сколько сейчас, матье? 79. 79? Да. И ты сейчас прыгнул 2,20? 2,10. 2,10. И сколько думаешь прыгнуть? 2,30. 2,30? Ну. Еще один год и 80 уже? Нет, два месяца. Два месяца? А-а-а. Через два месяца будет 80. Ну ты красавец, матье. Ну что? Желаю успеха, давай. Давай. Продолжительность жизни нам дает генетика. Заложено у человека, есть там 281 ген на сегодняшний день, эти геронтологи нашли. Точнее даже важно их сочетание. Если у вас вот такое классное сочетание правильное, то вы, может быть, и 100 лет проживете, или 110, или рекорд поставите. Если у вас нет такого сочетания генов, то вы проживете свои там 90, как в среднем сейчас, в принципе, ну в развитых странах, где хорошая медицина уже все до 90 лет доживают. Но можно ведь дожить эти 90 по-разному, с разным качеством. Одно дело в доме престарелых, в инвалидном кресле там провести последние 10-15 лет, а другое дело путешествовать по миру, участвовать в соревнованиях, бить рекорды. Так что выбор за вами, друзья. Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, заниматься физическими упражнениями, или не делать этого. Я думаю, вы сделаете правильный выбор, и будете здоровы, и будете жить долго, и счастливо. Чего я вам всем и желаю. Благодарю за внимание, друзья. Удачи на тренировках и соревнованиях. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»